Тему погоды этим утром продолжим обсуждать в студии. Гость сегодня официальный представитель КАЗ Гидромета Алина Исмогулова. Алина, доброе утро. Добро пожаловать в студию. Не могу спросить, не спросить, точнее, про вчерашний град, что это было, откуда он пришел. Доброе утро. Ну, вчерашний град, по мнению наших специалистов, это Шкваловый ворот. То есть, вот у нас картинки тоже, скорее всего, вы видели, да, когда вот такое вот образование облаков. Это как создалось из-за того, что теплые воздушные массы находились над холодными. То есть, резкая смена была температур, то есть, было жарко, потом резко похолодало. И вот такой вот Шкваловый ворот образовался. Град мы давали, 7 числа было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области. Ожидаемо было шквалистый ветер, град, обильные осадки. Сегодня, вот на 9 августа, мы тоже даем по городу Астана обильные осадки. Даже у нас, по прогнозу, месячная норма осадков выпадет сегодня до 49 миллиметров. Норма у нас по городу Астана за месяц в августе 30 миллиметров. Поэтому сегодня будет достаточно дождливо в городе Астана. Сегодня тоже можно ожидать град. Сегодня шквалистый ветер и обильные осадки. Смотрела тоже прогноз погоды. Август у нас стоит дождливый. Неужели так и будет? Да, север, центр, восток. У нас будет температура не будет уже высокими. Максимально 28-29. И дожди. Дожди будут практически весь август. Но это не касается южных регионов. Там будет 41-43. Ну, местами, да, будут, конечно, дожди. Но это не так, как в северных и центральных регионах. То есть там будет сохраняться 41-42 градуса весь август. Ну, в связи с уборочной кампанией, конечно, погодные условия очень важны. Как вот быть аграрием? Какая погода, точнее, будет в этот самый важный период для аграриев? Ну, КАСГидромет для аграриев разработал специальное приложение, веб-приложение Агродата. У нас есть 219 агрометеорологических постов, которые производят именно прогнозные данные. И, как бы, всюду все рекомендации именно для сельского хозяйства в Казахстане. То есть там и погоду в том числе можно посмотреть? Да, прогнозы погоды, ветер, количество осадков, промерзание почвы, увлажнение почвы, засуха атмосферная. То есть мы выпускаем штормовые предупреждения по атмосферной засухе. Это как раз регионы, где дефицит осадков, долгое время, допустим, от 10 до 30 дней не выпадают осадки. И для фермеров это очень важная информация. Опять же, в приложении оно разработано специально, точечно для фермеров. Это приложение не имеет аналогов в среднеазиатском регионе. То есть КАСГидромет впервые как бы разработал. У нас очень большая методическая база, очень большая метеорологическая была база собрана. И как бы назрела такая необходимость сделать такое локальное, удобное приложение, именно точечно для фермеров. В чем как бы особенность его, что если прогноз погоды мы даем по областям и по городам, то прогнозы для фермеров мы даем по районам. То есть вы понимаете, что у нас климатические зоны разные. И в одной области может быть, допустим, вдоль реки увлажнение почвы нормальное, а в другой части, приграничной с южными, допустим, Казлардинская, Актюбинская область, по границе очень засушливый регион. А приори там мало выпадает осадков, песчаная почва и так далее. То есть в каждой области свои районы, и они резко отличаются именно по качеству почвы. Это какие-то общие характеристики? Нет, это очень точечно и разработано для фермеров с 2020 года. Каким образом происходит это исследование? Там такие, как бы в этом приложении есть карты. Они очень так удобно расположены по зонам. Допустим, желтые зоны засушливые, зеленые, увлажнение нормальное там и так далее. То есть и там есть календарь сроков сева, сроков уборки, рекомендованные сроки. И вот фермеры, они заходят, смотрят... В конкретном регионе. В конкретном регионе, да, в конкретном районе, да. И это очень большая вспомогательная база для них. А также в Минсельхоз мы предоставляем прогнозы, прогнозы сроков сева, прогнозы уборок, прогнозы созревания. То есть и, как правило, вот в осенний, в осенний, зимний период мы собираем данные по количеству выпавших осадков, влаги в почве. Соответственно, сколько, какая почва будет весной. То есть эти все данные предоставляются Минсельхозу, соответственно, фермерам. И очень хорошая, как бы, рекомендация для работы. А в процентном соотношении какова точность? Ну, краткосрочные прогнозы погоды у нас от суток до трех идет стопроцентный. А далее, допустим, месяц и сезон, то есть несколько месяцев, это рекомендательный, консультативный. Он сбывается где-то на 68-70%, но он уточняется, вот, допустим, сейчас мы выпустили прогноз засухи предварительный 20 июля. И вот буквально вчера мы выпустили уже прогноз засухи на август окончательный, то есть он уже стопроцентный. И так как бы, каждые вот эти вот прогнозы, они уточняются более близкими сроками. То есть один, два, три недели уже это стопроцентный прогноз погоды. И по осадкам, и по ветру, и по засухе. Штормовые выпускаются чаще, это и за 6 часов, за 8, за сутки, за трое суток. То есть, ну, штормовые предупреждения, у них несколько другие требования, но они выпускаются за сутки. И вернемся к вопросу, какой будет погода в августе? Ну, в августе у нас будет дождливым. Для северных, да, регионов, северные, восточные, центральные регионы будет вот такая вот дождливая погода. Будет шквалистый ветер, град. Ну, и в отдельные дни будет тепло, но сильная жарка уже не будет. То есть 28-29 это максимальная температура. Да, на самом деле, это лето нас особо теплом не порадовало, жарой точнее. Ну, южные регионы у нас априори засушены. В прошлом году лето было очень хорошее, жаркое, прям каким должно быть. Спасибо вам большое, Алина, за то, что уделили время, пришли в столь ранний час в нашу студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Продолжение следует...